давайте сейчас перестроимся влево так-так-так-так-так давно уже стройка идет странно непонятно они сначала свои вбивали а сейчас котлован вырыли что-то как-то я не пойму логику вбивать херова туча свая а потом на этом же месте рейт котлован ну да ладно 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 ну иногда конечно езжу как мудак что теперь сделать жизнь такая давно я уже здесь не ездил когда последний раз здесь был этих строек не было слева сейчас от меня он видите да салон тесла автосалон и рядом с ним apple store конечно все магазины все бутики сейчас закрыты из-за этой страны из-за этого странного коронавируса а вот наша гиды хмискер это такая это как памятник своего рода после 2 мировой войны такая недобомбленная церковь местная достопримечательность туристический аттракцион видите да а вот рядом с ней построили какую-то убогую церковь такая типа новая какая-то церковь ну вообще жесть она когда реклама была обклеена она как-то смотрелась лучше вот эта порнография блять чё за архитектор ее придумал ну это понятно да старинное архитектурное здание такое красивое прям ну это рядом да это тоже церковь жесть так я ничего не вижу мне светит солнце надо поближе подъехать за машину спрятаться о увизор открыл потому что визоре без пинлока вообще ничего не видно ну это вот считай мы сейчас едем в центре западного берлина ну когда-то он был центром когда была берлинская стена но это был как раз его самый центр сейчас конечно кстати вот насчет берлина здесь нет как такового центра здесь каждом районе есть свой центр и он в принципе выглядит солидно потому что обычно в городах германии да есть всегда какой-то один центр и он его видно сразу что ты в центре гуляешь а в берлине берлин я бы сказал так как агломерация из разных городов потому что разные районы это раньше когда-то были отдельные города и по они просто как срослись в один большой город берлин поэтому у каждого района есть свой собственный центр который в принципе выглядит как центр так вот мы уже на вид на дороге плац сейчас развернемся и поедем домой обратно блядя тут нельзя развернуться то оказывается ну как печально ну ладно дальше развернемся ладно поедем поедем по другому поедем по другому потому что все перекопано пешеходный переход она едет на велике в принципе на пешеходном переходе ехать вообще нельзя то есть слезаешь с велика и идешь тогда ты пешеход а так ты уже не считаешься пешеходом вот так если кто собьет на велосипеде ладно поедем сейчас другими улицами я не вижу смысла ехать опять же по той улице по которой мы сейчас ехали когда вот на скутере ездишь по городу оно преимущество вот что ты город начинаешь лучше узнавать потому что ты вынужден ездить по всяким улочкам закоулочкам так правильно ли я еду я вот сети себя путаюсь не наверное неправильно точно туда бы свернул я все время на этом перекрестке путаюсь так по моему вот здесь налево да точно здесь налево да все мы все правильно едем и это очень хорошо весь берлин что-то перекопан какие-то стройки ну в принципе это радует когда в город строится значит жизнь кипит как бы хороший показатель экономику любого города можно оценить скажем так по количеству башенных кранов в городе если город строится развивается то экранов в нем будет много так что это можно сказать индикатор успешности экономики города если в городе отсутствуют башенные экраны значит в городе нихера не строится логично так велосипедом загорелся зеленый нам еще нет ну ладно сейчас я вам кстати покажу магазин дайнез где я покупал свою куртку и штаны дайнезовские будем проезжать их не салон сейчас блять чё тут ах жесть перекрыта улица ладно куда едем давай налево там я еще не ездил кстати вот прямо по курсу если вот сейчас прямо прямо куда я смотрю вот там как раз упремся в дайнезовский магазин а если туда и поедем куда я сейчас еду то там будет небольшой магазин луисовский так дорога упирается в тупик так я здесь редко ездил поэтому надо отсюда как-то выбираться ну у меня есть преимущество я на скутере поэтому я здесь проеду там где даже нет дороги не знаю куда-нибудь сейчас до выйдем я сейчас честно на обум еду я так приблизительно знаю где там север где юг и куда мне надо относительно а по дорогам я сейчас вообще дезориентирован немножко ну ничего куда-нибудь до выйдем вот он луис точно вот луисовский магазин мне туда сейчас не надо так если сейчас направо повернем надеюсь выйдем куда надо в принципе вот так вот катаешься да и изучаешь город потихоньку так я думаю нам надо прямо ехать поедем прямо так кажется все правильно сейчас налево и поедем то есть мы получается тут перекрытый участок немножечко объехали да все замечательно вон там он был справа все теперь я точно знаю где я нахожусь зашибись упс да так вот магазины смотришь все закрыто а по на улице в принципе движение нормальное ну по крайней мере никто с палками на людей не охотится полиции даже не видно это это я лет десять назад был в нюрнберге меня там поразило количество полиции на квадратный метр ну зачем ты так делаешь человек а так близко подъехал ай-яй-яй ладно не местный не местных понять можно они тоже бывают ищут какой-нибудь адрес и перестраиваются непонятно как сейчас будем проезжать русскую православную церковь слева он как-то проходил мимо этой церкви там пацан подъехал на машине молодой вышел так перед церковью перекрестился сморкнулся так ну знаете так как по-российски сморкнулся так руками одну на другую прикрыл в другую дунул и пошел в церковь смотрелось так немножко диковато ну да ладно так успеем не успеем я еду уже на максималке то есть все вы больше я прибавить не могу пятьдесят километров в час но в принципе у нас по городу больше полтинника ездить и нельзя в россии 60 километров можно плюс 20 20 еще сверху можно здесь блин не такой скоростный режим а сейчас ходит солнце в спину классно что-то ноги подмерзли у меня такие эти кроссовки летние с сеточкой а ну вот середина апреля сейчас уже какое-то сегодня плять сейчас чтобы не соврать 14 апреля да казалось бы уже давно должно быть тепло а вот до обеда утром еще прям вот холодно утром обычно где-то плюс два плюс три сегодня вот было ну и так всегда последнее время а днем после обеда ну так раз погода налаживается а сейчас придется по брусчатке привык потрястись немножко вот такой участок дороги чистая брусчатка в принципе да вот для города мотоцикл даже и не нужен скутера более чем достаточно с особо все равно здесь не разгонишься это учитывая сейчас что кризис до движения относительно меньше обычного а когда обычное движение то в принципе от мотоцикла толку нет единственное что ты можешь по автобану ездить как бы на автомагистраль выезжать ускоряет так сказать сокращает время из пункта в пункт так тут сейчас вообще меня колбасит не по-детски терпеть не могу брусчатку а сейчас всю душу вытрясет подвеску убивать на брусчатке ну ничего почти приехали стоп левого фрама все тут уже почти дома ну 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 зелено классное красиво не скоро летом берлине вообще красиво зимой как-то так себе не очень а вот летом здесь вообще красота очень зеленый город очень я когда первый раз сюда приехал я не ожидал что здесь столько много зелени кстати тут рядом недалеко большой лес я туда бегать ходил раньше когда бегал потом я туда перестал ходить бегать потому что очень много собачников то есть если очень рано туда выбегать то нормально в принципе а если скажем часов восемь уже даже это уже поздновато получается много собачников и как-то собачка на меня так один раз побежала я испугался и с тех пор я бзду свинство блять кто-то мимо мусорки ай-яй-яй-яй куда смотрит администрация все приехали так влезет ли мне в бардачок это масло или не влезет так о влезло нормально коробку сейчас выкинем ладно ребята давайте все всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал там ставьте лайки делитесь ссылкой на канал друзьями со своими друзьями да ну а я прощаюсь с вами и так вот вот put вода Продолжение следует...